Растительный мир стал цифровым. Теперь выращивать зеленые насаждения можно без посадки их в землю, а поливать при помощи смартфона или ноутбука. В Караганде активно используют систему гидропоники для получения листьев салата или экзотических растений, которым климат центрального Казахстана не подходит. В итоге современные технологии позволяют собирать по несколько урожаев в год и выращивать растения, которые в обычных условиях в Казахстане не растут. Антон Александров продолжит тем. Эта гидропонная установка позволяет выращивать самые разные виды растений без использования почвы. Корни погружены в питательный раствор. Это вода с микро- и макроэлементами. Так удается избавиться от вредителей, которые живут в земле, и направить все силы растения на его рост и развитие. Путем регулирования интенсивности света, температуры и влажности воссоздаются условия, необходимые для жизни зеленых насаждений. Данная гидропонная установка помогает нам следить за температурой, за освещением данных наших растений. В домашних условиях очень тяжело вырасти те же самые салатные листья, базилик для домохозяек. Так как нет нормы температуры, освещения, то есть эти все перепады, они очень влияют на растения. И в связи с этим очень тяжело в домашних условиях выращивать такого вида растений, овощи, культуры. Выращивать цицинарию, калеусы, да и простые листья салата теперь можно быстрее обычного. Система датчиков следит, чтобы условия для зеленых насаждений были благоприятными. Контролировать работу установки специалисты Карагандинского техникостроительного колледжа могут при помощи смартфона или планшета. Подключение происходит посредством всемирной сети. В итоге при нажатии клавиши можно включить или выключить освещение, усилить аэрацию или изменить температуру питательного раствора. Все эти параметры фиксируются автоматически. Так молодым ученым удается выявить факторы, оказывающие наибольшее влияние на жизнь того или иного растения. Ежемесячно мы делаем отчет, анализ о состоянии растения. То есть где-то, если ты не полил, он уже будет тебе красным сигналом говорить, что в такой-то период недостаточно было полива, недостаточно влажности в самой почве и так далее. При помощи этой установки студенты Карагандинского техникостроительного колледжа проводят исследования. Удивить своей оранжереи будущие специалисты по ландшафтному дизайну могут любого. Большая часть представленных здесь растений не могут самостоятельно жить в климатических условиях Центрального Казахстана. Однако при помощи технологий в Караганде удается вырастить даже экзотические и самые редкие растения.